Галина Челнакова – мать погибшего участника СВО. Сына, который ушел на фронт по мобилизации, потеряла в июне этого года. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой, чтобы рассказать о своей проблеме. В ее квартире, где делают ремонт, работы выполнены некачественно. Администрация мне обещала помочь безвозмездно оказать благотворительную помощь, чтобы благотворители, которые хотят помочь матери погибшего мобилизованного, которой я являюсь, в моей квартире, чтобы установили межкомнатные двери, демонтировали отросток чугунной канализационной трубы и сделали разводку холодной воды с установкой прибора учета. Уполномоченный по правам человека Ольга Гольцова и глава промышленного района Данил Морозов выехали на место, чтобы посмотреть, как выполнены работы. По словам Галины, ей не сделали разводку воды, нет наличников на дверях, а канализационную трубу установили выше нужного уровня. Региональный омбудсмен в ходе визита выяснила, что есть и другие проблемы. Нас интересуют и те выплаты и льготы, получила ли семья или не получила. И, как выяснилось, со слов мамы погибшего, пока выплаты не получены. Поэтому мы в обязательном порядке подключимся через Министерство обороны и через центральный расчетный счет Министерства обороны, для того, чтобы эти выплаты поступили. У военнослужащего есть семья, которая проживает в Новокуйбышевске. Двое детей, которые пойдут в школу, жена погибшего проводит текущий ремонт и одна с детьми, конечно, вряд ли сможет эти работы сделать. Поэтому мы в обязательном порядке сегодня же свяжемся с администрацией Новокуйбышевска и попросим взять на контроль все работы, которые необходимо сделать. А в квартире матери погибшего военнослужащего недочеты обещали исправить в ближайшее время. Конечно же, поможем сделать благоприятные условия для проживания в самые кратчайшие сроки. Хочу сказать спасибо фонду защитника отечества и Ольге, и Дмитрию Гольцовой за то, что они тоже не остались в стороне и подключились к этой проблеме. Уверен, в самое ближайшее время мы сделаем условия проживания для Галины Владимировны максимально благоприятными. Сам дом, который также нуждается в ремонте, тоже приведут в порядок. Сейчас на средства фонда капитального ремонта обновляют кровлю. В 2025 году запланирован капитальный ремонт инженерных систем и фасада. Территорию возле дома жителям предложили благоустроить по одной из действующих программ – содействие или инициативное бюджетирование. План работ по площадке районные власти договорились отдельно обсудить с инициативной группой жильцов. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.